Как инвестировать в мобильных операторов? МТС, Мегафон, Билайн, Теледва, плюс общий комментарий по сектору. Приветствую вас, меня зовут Александр Иванов, я автор проекта Финсоветник, обсуждаем мобильных операторов. Раньше была большая тройка МТС, Мегафон, Билайн, сейчас большая четверка, добавился еще Теледва. Суммарно именно эти четыре мобильных оператора доминируют на рынке по числам. У МТСа 78 миллионов абонентов, у Мегафона 75, у Билайна 55, у Теледва 44 миллиона абонентов. Поговорим о том, на каких биржах торгуются акции. Не у всех они, кстати, торгуются, как можно их приобрести и какие цены у акции, какие дивиденды можно по ним получить. Итак, пойдем прямо по списку МТС, Мегафон, Билайн, Теледва, в конце будет общий комментарий. Начинаем с акций МТСа. МТС торгуется на московской бирже. На момент записи видео одна акция стоит 265 рублей. Мы уже не раз говорили про эти акции, было даже отдельное видео про МТС, что у них были повышенные дивиденды. Это самый крупный в России мобильный оператор по количеству абонентов. Дивиденды здесь на 265-рублевую акцию за последний год были в районе 28 с лишним рублей. Напомню, что на нашем сайте есть раздел «Наши сервисы» компании «Московская биржа». Можно всегда найти компанию, найти историю дивидендных выплат. Получается, что 28 с лишним рублей на акцию, которая стоит 265, это дивидендная доходность в относительных величинах почти 11%. Это весьма солидный выплат. И при этом у МТСа есть принятая дивидендная политика, что они планируют платить не менее 28 рублей в течение как минимум трех лет. Потом, может быть, даже повысят. Это очень хороший фактор, который оказывает поддержку акциям компаний МТС. На всякий случай подчеркну, что данное видео не является инвестиционной рекомендацией. Данное видео является пищей для размышления. Вы уже сами принимаете решение, что покупать или что не покупать. Второй по списку мобильный оператор – это Мегафон. И вот здесь важная фишечка. Если акции МТСа на бирже найти можно, то акции Мегафона на бирже найти уже нельзя. Они торговались на двух биржах – на лондонской и на московской. В 2018 году осенью они ушли с лондонской биржи, провели так называемый делистинг – это когда компания уходит с биржи. А в 2019 году они ушли и с московской биржи. Это произошло летом. Таким образом, акции Мегафона на данный момент невозможно приобрести на бирже. Поэтому мы с вами, как частные инвесторы, эти акции не рассматриваем. Следующий по списку мобильный оператор – это Beeline или Vempel.com. Торгуется Vempel.com на бирже Nasdaq. Там он называется Vion. Это вот именно такая головная компания. Текущая котировка 2 доллара 40 центов за одну акцию. При этом, что интересно, если, скажем, акции МТСа за последние несколько лет плюс-минус стоят на месте. Посмотрите, да, вот сейчас мы в 2019 году стоим там же, где стояли, например, в 2014 году. То акции Vempel.com или Vion или Beeline упали в несколько раз за последние годы. То есть когда-то они стоили и по 10 долларов за акцию, и по 15. Сейчас они стоят 2.40. То есть в разы вот такое вот падение получилось. Здесь на одну акцию дивидендная доходность получается порядка 12 с лишним процентов. 30 центов на одну акцию. Это очень солидные числа. Они даже превышают числа по МТСу. По МТСу, да, мы с вами смотрели только что примерно 11, а здесь даже больше. Но по Vion, то есть по Beeline, есть определенные опасения касательно стабильности этих дивидендов. То есть если бы это были бы стабильные дивиденды на несколько лет вперед, это была бы очень интересная, вероятно, инвестиция. Но есть определенные опасения, что где-то в будущем вслед за таким обвалом котировок может последовать и обвал дивидендов. Поэтому здесь, ну как бы, воздержимся от комментариев касательно надежности таких вот дивидендов. Да, риск в том, что сейчас мы получим много в ближайшие месяцы, а потом оп, там через год, через два будет намного меньше денег. И четвертый мобильный оператор по размеру в России, это мобильный оператор, который называется Tele2. Но Tele2 на бирже напрямую не представлен. Почему? Потому что Ростелеком, еще одна российская компания, выкупил полностью Tele2. То есть вот новость мартовская, на ведомостях, Ростелеком договорился о покупке 100% Tele2. Поэтому, если нас с вами интересуют инвестиции в Tele2, если мы считаем, что это интересный мобильный оператор, нас интересуют котировки Ростелекома. Они представлены на московской бирже, они представлены в двух вариациях. Есть акции обыкновенные, есть акции привилегированные. Есть ли разница между обыкновенными и привилегированными акциями? Конечно, есть, и там есть определенные юридические тонкости. Мы не будем в них углубляться, потому что для инвестора акции обычно интересны, в первую очередь, из-за дивидендов. И вот если мы говорим про дивиденды, опять же, наш сайт компании Московской биржи, находим Ростелеком, переходим на страницу. Мы видим, что последние годы дивиденды и по обыкновенным акциям, и по привилегированным были такими же. Ну вот, смотрим, акции обыкновенные за последний год дивидендов суммарно 2,5 плюс 2,5, 5 рублей было. До этого было 5,05, 5,39. Сравниваем с привилегированными акциями точно так же. 5 рублей за последний год, годом ранее 5,05, два года назад 5,39. То есть последние несколько лет здесь одинаковые дивиденды по тем и по другим акциям. При прочих равных может быть это повод брать именно акции, которые подешевле. То есть если в рублях вы получаете одинаковые дивиденды, то интереснее акция, которая подешевле. То есть привилегированная акция. И если берем дивиденды за последний год, видим, что это примерно 5 рублей на 64-рублевую акцию. В пересчете, в относительных величинах, это будет дивидендная доходность порядка 8%, даже чуть меньше, 7,7. Итак, это был обзор компаний, 4-х мобильных операторов. Из них МТС и Ростелеком, которые владеют Телеком, можно найти на московской бирже. Вион, то есть в МПЛКом, можно найти на бирже Настак. Мегафон ушел с бирж, на биржах найти эти акции нельзя. Значит, что еще стоит сказать про этот сектор в целом? Стоит отметить, что этот сектор прошел уже фазу насыщения. Обратите внимание, по статистике мы видим, что у МТСа 78 миллионов оппонентов, у Мегафона 75. Даже топ-2 мобильных оператора суммарно это больше, чем население России. Можно увидеть, что уровень проникновения услуг мобильной связи в районе 179% находится. Что означает проникновение более 100%? Это означает, что в среднем на одного человека приходится более одной сим-карты. То есть в среднем порядка двух. Кому еще открыть сим-карту, купить телефон или еще подключиться к чему-то, рынок уже насыщен. Таких людей либо мало, либо вообще почти не осталось. Поэтому в данном секторе, с точки зрения прогноза, я бы вряд ли сказал, что какая-то компания может сильно вырасти в цене. И непонятно, за счет чего они могут вырасти. У всех уже есть сим-карта, у кого-то даже по 2, по 3. В то же время эти компании могут быть интересными такими дойными коровами. То есть у них есть определенные дивиденды. Дивиденды по каким-то компаниям под вопросом насчет стабильности этих дивидендов. По каким-то компаниям есть определенные признаки стабильности. Ну, например, по МТСу и по Ростелекома тоже более-менее стабильные дивиденды. Ну и как такую дойную корову для получения дивидендов. Эти акции, вероятно, можно использовать. Подчеркну, это не инвестиционные рекомендации. Это пища для размышления. Каждый сам принимает решение. Ну, а если вам интересно, какие акции лично я покупаю в портфеле когда, то конкретные рассылки с конкретными идеями и временем покупки есть у нас в сервисе инвестиционных идей. Кстати, на следующей неделе через 9 дней стартует трехступенчатая программа. 21 вебинар плюс трехлетняя подписка на сервис инвестиционных идей. Ну, долго рекламировать не буду. У нас очень много и кейсов, и кейсов заработок, кейсов клиентов. И описание есть. На сайте ссылочку просто оставлю. Кто хочет, подключайтесь. Есть гарантия возврата денег. Если вдруг за первые два занятия поймете, что вам что-то не нравится, деньги обратно получите, и все без проблем. Давайте подведем итоги. Сектор мобильных операторов в России представлен четырьмя наиболее крупными игроками. Три можно найти на бирже. Сектор насыщен. Компании можно использовать как дойные коровы. Ну, и смотреть, где какие дивиденды, где, может быть, какие акции снизились для того, чтобы их купить по более выгодной цене, чтобы в относительных величинах получить больше дивиденды. Надеюсь, этот обзор был для вас полезен. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайки и написать комментарии. Большое спасибо за внимание. Желаю вам успешных инвестиций.